Фламенко, хип-хоп или вальс. Прежде чем осваивать сложные танцевальные элементы, надо познакомиться с основой – танцем классическим. Классический танец – это фундамент, на котором строится любое танцевальное направление. Плие, гранд плие, батман. С этих упражнений начинается занятие по классическому танцу. Все они выполняются у станка. Развивается выворотность ног, балетная осанка, координация и хорошая растяжка. Эта часть дает разогрев мышц, очень хороший разогрев мышц. Особенно вот эти движения, когда мы держим где-то ножки, они дают в дальнейшем возможность держать ногу без помощи руки на 180 градусов. Задача – как следует разогреть мышцы всего тела. Преподаватель помогает обрести правильное положение тела и ног. Это упражнение на растяжку внутренних мышц бедра. Если регулярно заниматься классическим танцем и постоянно растягиваться, то уже через полтора месяца можно сесть на шпагат. Во всяком случае, так говорит преподаватель. Повырочки нам нужны для чего? Для того, чтобы мы держали хорошо осанку, да? Для того, чтобы мы когда танцевали, нас не болтало из стороны в сторону. Следующий этап занятия – аллегра. Прыжки на одном месте. Их делают на выносливость по 4-5-6 восьмерок. Разные виды прыжков, ассамблея, соте и другие выполняются из разных хореографических позиций. После разминки мы приступаем к танцевальной части занятия. Преподаватель выдала мне вот такую репетиционную пачку с корсетом, как у настоящей балерины. Оказывается, она нужна для того, чтобы почувствовать себя во время танца более женственной. Любой классический танец начинается с приветствия. Выполняя упражнения в классическом танце, вы должны чувствовать каждую мышцу тела. Это очень важно, иначе вы будете выглядеть смешно и нелепо. В танцевальную часть может входить растяжка, могут входить разные постановки. Постановки танцев, постановки и разучивание комбинаций различных. Балет – это как основа дополнения к любому другому танцевальному направлению. То есть их можно совмещать. Регулярное посещение балетного класса обеспечивает красивое и здоровое тело, правильную осанку, растяжку, уверенность в себе и, конечно, грацию движений. Возрастных ограничений для занятий классическим танцем не существует, ведь гибкость суставов и крепкость мышц нужны нам в любом возрасте. Танцуйте и помните – в здоровом теле здоровый дух. С вами была Екатерина Маслова. Получайте от жизни удовольствие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова